МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены Ну шо ж нам было, Вены, по-твоему, скрывать? Когда героев спорта, ему отдавших годы Как говорится, морда, я басвальт МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1988 год, переломный год перестройки. Открываются десятки тысяч мелких кооперативов. Появляются первые легальные миллионеры. Законы социализма патологически отстают от времени. На смену законам постепенно приходят понятия. А за их соблюдением начинает следить новый элемент общества. Молодые спортивные парни. Атланты держат небо на каменных руках. Мощные спортивные ребята. Именно таким должен был быть советский человек, чтобы враг боялся. Спорт в Советском Союзе один из главных брендов. Больше, чем балет, почти как космос. Весь Ленинград буквально усыпан секциями и стадионами. По каждому виду спорта команда мастеров. В нем есть даже институт физкультуры. Спортсмены, подобно атлантам, удерживают, отстаивают честь страны. Славят советский строй. Но когда этот строй пошатнулся, началось восстание атлантов. Именно в Ленинграде спортсмены стали основной приметой того нового смутного времени. Тогда с легкого пера Андрея Константинова вся страна заговорила о бандитском Петербурге. 18 декабря 1988 года в милицию поступает сообщение из больницы номер 3 Калининского района города Ленинграда. В 11 утра сюда доставлен человек с тремя ножевыми ранениями. Врачи около часа боролись за его жизнь, но медицина оказалась бессильна. По факту насильственной смерти возбуждается уголовное дело. Милиции удается выяснить. Убитого зовут Федор Гончаренко. В больницу его привезли со стихийного рынка у станции Девяткино. Рабочий день Девяткино начинался в 9 утра. Почти как на Херовском заводе. Сюда приходили в первую очередь спекулянты. Они раскладывали свой товар. Товар был из березки, из альбатроса. Доставался он различными путями. То есть кто-то имел блат в одном магазине, в другом. Через фарцовщиков, которые перекупали у иностранцев. Через моряков. Можно было найти все, если ты там плаваешь, как рыба в воде. Естественно, там было очень много криминала. Рынок в Девяткино. Стихийный народный ответ советской торговли. Его сразу же окрестили полем дураков. Но не потому, что там втюхивали некачественные товары, а потому, что продавали дефицит втридорого. Но зато там не было блата и черного входа. Конечно, это не являлось долгожданной свободой. Это была вольница. Многие энергичные люди, как переселенцы Дикого Запада, буквально нырнули в эту стихию. Большинство из них так и не дожили до вожделенного материального благополучия. Но именно там рождалась новая нация. Раздражает это кого-то или нет? Ну, и он, как, наверное, первое явление был такой, когда с каждой точки, с каждого продавца начали собирать дань, да, вот это платить за крышу. Там многие торговали майками, футболками, ботинками. Мы делали свое дело. Я лично занимался колпачками. Я крутил колпачки. В Девяткино правят балл спортсмены. Они получают мзду с каждого спекулянта и крутят колпаки. Крепкие молодые парни зазывают сыграть в игру, в которую выиграть невозможно. Все будет честно, без обмана, как у волшебника Сулеймана. Купите газету «Труд». Вам скажут, где деньги расходят. Если человек рабочий имел, допустим, там, 10 рублей в день, да, к примеру, по тем временам, а я имел в 20 раз больше, а то и в 30. Азартные игры запрещены законом. Играть можно только с государством в лотерею под названием «Спортлото». А здесь обещают мгновенный выигрыш. Нужно только угадать, под каким стаканчиком находится шарик. Проигрывали все. Все, что было. Кончались деньги, проигрывали золото, закладывали машины. Я бы на эту сяфку-халявку, конечно, не клюнул никогда. Потому что я знаю, что шарика никакого нет и никогда не будет. Надо же охранять и тех же наперсочников, потому что народ разный бывает. Многие пытались и отбить свои кровно заработанные. Время от времени отдельные граждане возмущаются и даже пытаются вернуть свои деньги. Но сделать это невозможно. Любой конфликт решается в пользу аттракциона. Потому что на сцену тут же выходят крепко сбитые молодые люди в спортивных костюмах. Среди них и убитый впоследствии на рынке Федор Гончаренко, известный как Федя Крымский. Федор Гончаренко – уроженец Крыма, мастер спорта по боксу. Инструктор по спорту подросткового клуба Куйбышевского района города Ленинграда. Занимается боксом и каратэ. Ведет здоровый образ жизни, не пьет и не курит. Учится заочно в Институте физкультуры имени Лесговта. С Ленинградским институтом физической культуры связаны многие герои нашей истории. В те времена спорт был скоростным социальным лифтом для парней из глубинки, даже из чрезвычайно бедной семьи. Сегодня такой справедливости не хватает. Спорт – одна из немногих сфер советской жизни, где все по-честному. Успех достигается личным талантом и усердением. Связи, болтовня на партсобраниях, взятки – тут ни при чем. Для чего идут спорт? Для того, чтобы постараться победить. Те прекрасно понимали, что за победами могут быть поездки за границу. А поездка за границу тогда была как орден сейчас. Особенно в кап-страну. Выезжая за границу, конечно, мы покупали там что-то для продажи. Возвращались сюда, но хотелось иметь машину. Ну как на нее накопить? Ну вот привозишь, однокассетный магнитофон, двухкассетный, и здесь его продаешь. За годы тренировок и соревнований спортсмены приобрели друзей во всех концах Советского Союза. Это сплоченное братство с высокой самооценкой. Элита общества. Как гвардейцы в дореволюционной России. Я сам в прошлом профессионально занимался спортом и выступал за юношескую сборную. Две тренировки в день. Как вы понимаете, с учебы было напряженно. Можно было не знать, на каком этаже в школе находится кабинет физики, но прогулять тренировку было немыслимым проступком. Наш директор школы намного закрывал глаза. Во-первых, ему был дан сигнал из РАНО. А во-вторых, учителя прекрасно понимали значение спортсменов на международной арене. А тренер говорил, я вам не папа и не мама. Вам страна отдает последнее. Ваша задача ее славить. У меня для вас одно слово надо. Но век спортсмена не долг. Карьера быстро заканчивается. Напряженная жизнь сменяется серой действительностью. Встает вопрос, за что боролись? Какие перегрузки у человека в 15-17 лет умственные? Какая нагрузка на мозг, когда он становится вдруг чемпионом мира? Или устанавливает мировой рекорд? Он как бы проживает целую жизнь. А дальше-то что? У спортсменов забыли. Там какие-то награды, почетные сидения в президиумах, там перерезание ленточек стадионов закончилось. И вместе с этим закончилось все остальное. Ощущение востребованности. Ну, конечно, и деньги. В середине 80-х спортсмены находят себе новое применение. Теперь они востребованы теневым советским бизнесом. Там, где крутятся большие наличные деньги, нужна охрана, но не официально, без милиции. А еще спортсмены лучшие вышибалы в ресторанах. Один из них – Федор Гончаренко. Он числится гардеробщиком в кафе-пиццерии на проспекте Науки. Такое сложилось даже некое сообщество. Воротчиков вышибал, барменов, которыми тоже становились спортсмены. А где можно еще было заработать деньги людям, не имеющих образования и квалификаций соответствующих? Чтобы пройти, надо было дать определенную взятку, пускай небольшую, там рубль треха. По тем временам это приличные были деньги. Эта работа не считалась зазорной. Она, наоборот, даже приносила достаточный доход. Нет, ну, конечно, вратарей – это как раз те люди, которые стоят на воротах. Но не на футбольном поле, а на воротах ресторана, кафе. Вот их стали называть так любовно вратарей. Ресторанов и кафе было крайне мало. В них собирался околокриминальный элемент. Каждый день в этих заведениях были драки и поножопщина. Торговля ударила в набат, и начался так называемый спортивный набор. На ворота встали борцы и боксеры, а именоваться они начали вышибалами. Конечно, они не довольствовались мизерной зарплатой гардеробщиков 70 рублей, а зарабатывали с проходки и левого спиртного. Но постепенно они у торговли научились всему. Они стали сплоченными и начали диктовать волю даже уважаемым директорам трестов ресторанов и столовых. Они стали получать с них деньги за спокойную жизнь. Ты не жмись, они того не стоят. Ты же их потом кровью не полил. Просто ты от поезда застоя, ну признайся, парочку вагонов откусил. Друзья, от чего это вы получили? Вы их заработали? Ну, это сомнение, говорю. Не заработали. Вы от государства их украли? Украли. Как доказывать вымогательство, как осуждать за вымогательство? Милиция тоже этих навыков и суды не имели. А это всего три года. И довольно трудно доказуемо. Поэтому мы имеем дело, значит, с незащищенным классом людей, у которых есть деньги. С низким риском, связанным с отъемом этих денег. За вымогательство тысячи рублей в месяц у директора кафе можно схлопотать до трех лет. А вот за ежемесячное хищение таких же сумм из кассы учреждения легко можно получить все 15. Так что, как говорится, пишите заявление в милицию, дорогие теневые дельцы. Ну, я хочу сказать, что спорт, по-моему, не совсем та область, которая воспитывает высокоморальных людей. Изначально. Это крамольная мысль, вам кажется. Но это на самом деле всегда было так. И я вот не удивляюсь, что первые рэкетиры, первые киллеры, ненавижу это слово, оно появилось тогда. Но уж, коли оно вошло в обиход, так вошло. Они как раз были из спортсменов. Ну, а спортсмены что ж? Сильные, красивые ребята. Хотят жить хорошо. Куда им деваться? А в это время идет борьба за выживание в этой среде. Тех, которые не нашли применения в жизни. И тут сила стала побеждать. Сфера деятельности расширяется. Помимо общепита, спортсмены берут под контроль фарцовщиков Невского проспекта и спекулянтов, крутящихся у главных городских универмагов. Была такая галерка в гостином дворе. Там были как бы фарцовщики всякие, продавали там одежду, зонтики какие-то там, треслана японские. Вот, приходили, говорят, а что ты тут торгуешь? А платить ты не хочешь? А зачем платить? А вот так. И по башке давали. По башке раз дали, по башке два дали. Потом начали платить. Один мой приятель вышел в модном свитере. Тогда они назывались не бандиты, еще боксеры. Это такие были страшные люди, абсолютно без мозга. Он его просто ударил, моего приятеля, а тот умер. Он отобрал у него свитер с мертвого и подарил какой-то проститутке от гостиницы «Европейская». Когда декорации уже расставлены, поднимается занавес. Наступают времена перестройки и раннего капитализма. Открываются первые кооперативы. И сразу же рядом с бизнесом появляются спортсмены. Федор Гончаренко теперь числится работником пошивочного кооператива. Ежемесячно получает примерно пять зарплат среднего советского инженера – 700 рублей. Но на работе появляется только, чтобы забрать деньги. Ему платят за охрану. Ну, приходят и говорят, мы тебя будем охранять. Зачем, ребят? Мне не надо охранять. Меня знают, и мы с женой работаем. Там нам вот помогает еще дядя Ваня там. Не надо. Ну, как не надо? Смотри, вот завтра у тебя пожар может быть. Ну, легкое там возгорание кого-то. И, конечно, человек был вынуден. И уже параллельно совершенно сколачивались группировки по интересам. Борцы, боксеры. Кооперативов было достаточно. Мало кто-то, 5-й достаточно. Сперва спортсмены лишь взимают дань. Но скоро понимают, пора самим включаться в процесс. Они ставят своих спекулянтов, организовывают производство левой водки. С каждого незаконного рубля, кто бы его не заработал – проститутка, фарцовщик, водитель такси или уличный корабейник – они имеют свою копейку. Уже очень большие проблемы были в экономике. Уже очень серьезная была проблема дефицита. И они крутились. Они крутились на всем, в чем можно было. И, в частности, они понимали, что что-то отщипнуть, откусить можно от барыг, так называемых. Всякие жулики, мошенники, кооператоры начали бомбить бабло наличное. И, естественно, их призывали делиться. Это действительно было. Только у нас оно еще включало некоторое презрение к коммерсантам. Пацан получает за уважение, за уважуху исключительно. Получает и все. Мы же для тебя тогда играли И твою подружку веселя Головы и ноги разбивали Так плати по старым векселям Рождается новая внешняя эстетика превосходства силы. Эстетика бандитизма, абсолютно феодальной интонации. Как в средневековой Европе каждый разумный селянин прекрасно понимал, что рыцарю в заспехах надо уступать место, так и тогда в России все знали, кто подъехал на тонированной девятке без задних номеров, кто вышел в спортивном костюме, на чьей бычьей шее висит золотая цепь. Они открыто подъезжали к ларькам и вызывающе приказывали, дай-ка мне что-нибудь из денег. Это была именно молодежная субкультура с какими-то совершенно потрясающими внешними атрибутами. Потому что, например, они все стали бриться нагло. И когда их много, это производило впечатление как-то гуннской орды. Шагнуть невозможно было, потому что они все пошили себе черные кооперативные кожаные куртки и выглядели реально, как будто ты пришел в голубую устрицу. Потому что сидят только мужчины, только наголо бритые, и все в кожаных куртках черных. Как бы такое крепкое мужское братство. У меня был малиновый пиджак, тогда модный. Белая рубашка, галстук. Цепь 583-й проба на заказ я делал на декабристом. Мы приехали, я говорю, сколько будет стоить? А он столько-то будет стоить. Я говорю, ну сделайте, он сколько? Он будет 870 грамм. Я говорю, ну хорошо, давайте 870 грамм. Федор Гончаренко обзаводится непременным атрибутом красивой жизни, поддержанным автомобилем «Жигули» 8-й модели. Он все реже появляется дома у жены. Дел становится все больше, а свободное время Федор проводит в ресторанах и на дискотеках. Были дискотеки, на которые еще, допустим, в 84-м году можно было ходить, и в 86-м еще можно было ходить. Но уже в 87-м, 88-м лучше было не ходить, потому что ты заходишь, получаешь кулаком размером с дыню в лоб и уезжаешь на скорую помощь. Просто так. Не потому, что ты кому-то не понравился, а просто там спортсменами эти заведения воспринялись как качалки. Они под музыку делали вот так, когда видели какого-нибудь неправильного человека, типа меня, а я был очень неправильный человек. У меня было 8 сережек в двух ушах. Они как бы тут же говорили, о, нормально, можно еще и спарринг какой-нибудь боксерский провести. Федор Гончаренко, числится инструктором по спорту при жилуправлении. Но главное место его работы – стихийный рынок в Девяткине. Он притягивает спортсменов как магнит. То есть фактически принцип работы любой такой группировки, которая обладала силовым ресурсом, оградить территорию, где происходит коммерция, и дальше взимать, грубо говоря, входную плату. И охранять. Но поскольку группировок было много, и все претендовали на какой-то сегмент, они договаривались, что вот этот сегмент рынка твой, вот этот мой. Мы на блюде с голубой каемкой У тебя не просим миллион Можешь даже сам решить, поскольку нам сколько Ты назначить хочешь пенсион Тогда вообще никаких начальников реально не было. Кто-то был более авторитетен, кто-то менее авторитетен, как вот в любых каких-то компаниях и коллективах. Когда у кого-то голос громче, кому-то больше прислушиваются, но в принципе, я бы не сказал, что тогда была четкая иерархия. В спортивной среде несколько неформальных лидеров. Один из них – мастер спорта по вольной борьбе, дважды судимый за убийство Александр Малышев. Как он сам говорил, сидел за кулак. Сегодня это мультимиллионер, арестован в Испании и объявлен в Европе гангстером номер один. А тогда он первым придумал ноу-хау. Он решил не грабить спекулянта, а продавать услугу. С каждого торговца получают 10 рублей, как входной билет. За это гарантирует безопасность от таких, как они сами, от более мелких дракош. Но на прибыльное место слетаются братки из других группировок. Становится тесно. Спортсмены борются за рынки сбыта. Вытесняют цыган, блатных, чтобы не бесчинствовали на контролируемых территориях. Но между собой отношения до поры до времени братские. Назначались места встреч, проходила стрелка, и все решалось, в общем-то. То есть своих питерских мы в обиду не давали, независимо от того, кто на каком участке работал. То есть это братство было. Единого хозяина не было. Но вот в принципе это как-то делилось. Наверное, до того памятного дня, дня, когда там произошла вот эта вооруженная уже разборка. 17 декабря 1988 года на рынке в «Девятке» не возникает первый серьезный конфликт внутри спортивного братства. Причина – кожаная куртка, которую спекулянт Фурзалеев хочет продать за 600 рублей. Но Федор Гончаренко отбирает куртку, заплатив всего лишь 200 рублей. Коммерсанта забрали куртку, да, и не заплатили. И раньше бы прошли мимо этого эпизода. А здесь вроде как коммерсант платит за защиту вот там, группе товарищей, да. Защищает спекулянта Фурзалеева Малышевская группировка. Интересы Малышевских на рынке представляет Сергей Мискарев, известный под кличкой Бройлер. Мискарев Сергей Григорьевич, 1963 года рождения, образование высшее, член КПСС. Я Бройлер раздал еще 30 лет назад. Он, короче, в тюрьме был, замначальника колонии. Он был военный человек. Потом его, короче, подобрали в бригаду. Я даже толком не могу объяснить, что меня тянул на рынок. Просто мне заняться было нечем. А там было так интересно. Бройлер. Человек в девятке неизвестный. Чемпион Украины по боксу, кандидат в мастера спорта, бывший лейтенант внутренних войск. Активно занимается штангой. Именно в спортзале он познакомился с другими авторитетными спортсменами и стал заниматься охраной рынка. А он был толстый, потому что... У него такая халя была. Ну, Бройлер он был. Он и есть Бройлер. По физическим данным Федя Гончаренко, был слабее меня. Но он долгое время занимался боксом, карате и был опасен. Сергей Мискарев вступается за Фурзалиева. Гончаренко возмущен, что спортсмен заступился за торговца. Он обзывает барыгой самого Мискарева. Начинается драка. Но силы не равны. Мискарева опрокидывают и жестоко избивают. Я упал. Закрыл лицо руками, потому что били ногами по голове. Затем меня подняли. Федя ударил ногой в живот и сказал, хватит с него. Вечером Мискарев заседает с Малышевскими в ресторане Паланга. Это не просто ресторан, а штаб-квартира. Здесь не пьют и гуляют, а решают вопросы. Разводят лохов, принимают дань, а иногда и выносят приговоры. Рядом с королем Малышевым за этим круглым столом сидят его верные рыцари. Их прозвища устрашающие. Слон, носорог, викинг, челюскин. А внешний вид и того краше меньше 110 килограммов нет. Кооператоры тех лет называли этот круглый стол так. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Что же случилось с Девяткино? Мискарева избили. Но дело не в кожаной куртке. Это не его личное дело. Мискарев на барахолке был лицо официальное, а значит, нанесли оскорбление всему сообществу. Принимается единственное возможное, но роковое решение идти на вы, грядка на грядку. В этот же вечер начинается всеобщая мобилизация. 1988 год. Советский Союз еще прочен, армия в Берлине и Кабуле, действует партия и комсомол, работают милиция и КГБ. Преступления с применением огнестрельного оружия величайшая редкость. Остолкновений вооруженных группировок численностью под сотню человек не было со времен гражданской войны. Но удивительным образом ленинградская милиция не в состоянии предотвратить кровавые события. Милиция пыталась вмешиваться, но все время била по хвостам. Ни техники, ни связи, ничего особо не было. То есть еще дедовскими методами. Власть была не столько слабой, сколько костной и немобильной. То есть это примерно как, вот понимаете, вот идет огромный, допустим, какой-нибудь атомоход военный, да, там, в Адонский залив, ловить пиратов. Ну, пираты-то на очень маневренных, да, вот таких вот лодочках, и они там мгновенно там исчезают и растворяются. А пока эта махина развернется там. Событие на рынке, в районе поселка Девяткино, это было одним из первых таких чрезвычайных происшествий с точки зрения оценки того, что там произошло. На кровавую разборку будущие крутые бандиты едут в основном на метро, автобусах, электричках. Машина – большая редкость. Но все вооружены до зубов. Ножи, кастеты, пистолеты и даже один автомат ППШ. Собираются полторы-две сотни вооруженных людей. Гонор одного, гонор другого. Одни пришли на эту разборку с оружием, с автоматическим оружием, с пистолетами. Собирались в Девяткино с хохотком, с любопытством, но уже на перроне все почувствовали напряжение. Там в окружении своей гвардии стоял будущий бренд бандитского Петербурга «Анжей». На руках у него были одеты бойцовские кожаные накладки, в глазах конфликт. Когда шли к месту, кто-то обратил внимание, что у Стаса Жареного за ремнем пистолет ТТ. Тебе это зачем? Я не боксер, кинул он. Пришли, встали. Один из подручных Малышева достает ППШ. Я был в стрессовом состоянии. Единственная мысль была защитить себя. Я бил ножом в область груди, живота, куда не думал. Количество ударов не помню. Я даже и забыл, что у меня в руке нос. Вот чем плохи или опасны вот эти встречи многолюдные, да? Друг на друга смотрят, друг на друга эмоционально тянут, один другому уступить не может. И вот именно поэтому так все закончилось. Как еще стрельбы там не разразилось. Мискарев ударил ножом трижды. Сотни спортсменов мгновенно расходятся и образуют две враждебные шеренги. Слышен лязг щелкающих затворов. Еще бы мгновение, и на этом месте стоял бы обелиск имени уничтожения ленинградского спорта. В прямом смысле братская могила. Но жизни многих спасает известный рукопашник Павел Кудряшов. Он словно священник. Бросается между шеренгами, поднимает руки кверху и кричит «Братва, опомнись! Федя умирает!» Все обращают внимание на Гончаренко, который уже хрипит. Его зацепили ножом и не успели донести до машины. И по дороге он скончался. Потому что от места торговли до станции Девяткина еще где-то 10 минут ходьбы. За это время была большая потеря крови. И, естественно, он умер. Федя Крымский был зарезан. И все-таки просто на месте успели погасить этот конфликт, не успели достать стволы и начать стрелять. Все на нервах. Все на нервах. И тут это вопрос конкретных обстоятельств и случайностей. Я кричал. И было все как в тумане. И я со всеми вместе бежал с рынка. Нож выбросил по пути. Но после смерти Гончаренко всем стало ясно, в каких рядах стоял, в таких и останешься. Движение навсегда раскололось на Тамбовских и Малышевских. Ленинградская милиция впервые сталкивается с силой, которую боятся больше, чем органов правопорядка. По факту убийства возбуждается уголовное дело. Но хотя происшествие наблюдали сотни людей, не найти ни одного свидетеля. Все связаны круговой порукой или боятся. Расследование начинает буксовать. Нежелание, так сказать, общаться с правоохранительными органами. Поскольку все-таки опасны. Ну, из-за опасения от там мести со стороны преступной группировки. Оперативным путем удается выяснить убийца Сергей Мискарев. Но он к тому времени подался в бега, как и большинство участников разборки в Девяткине. Некоторых объявляют во всесоюзный розыск, но, несмотря на это, верхушка Малышевских спокойно выезжает в Швецию. Там поверили их версии. Они узники религиозной совести, за ними охотятся КГБ. В те времена наши скандинавские соседи были наивны. Многих участников не удалось там допросить, поскольку отдельные лица выехали за границу. Другие находились в розыске по другим уголовным делам. Ну и разъехались по другие регионы. Не скрывались, так сказать. Скрывался, потому что боялся за свою семью. Мне говорили, что меня хотят убить. Угрожали отомстить за смерть Феди. Спортивному братству приходит конец. Прозвучал первый сигнал к будущей всероссийской браткоубийственной войне. Прирожденные чемпионы скоро станут прирожденными убийцами. Они начнут резать и стрелять того, за кого готовы были отдать жизнь. Но пока, после событий в Девяткино, интересы и Малышевских, и Тамбовских, и милиции отчасти совпадают. Им всем крайне необходимо как можно скорее закончить это дело. Вынуть занозу. И, конечно, кто-то должен быть крайний. И это Сергей Мискарев. Весной 89-го Сергей Мискарев возвращается в Ленинград и тут же на него надевают наручники. Он признается в убийстве, но не в результате разборки преступных группировок, а по личным мотивам. Попытки были преподнести о том, что убийство было совершено Гончаренко в состоянии аффекта. К пылу возникла внезапно реакция и нанес он удар. Мне даже легче, что я все рассказал. Психически я считаю себя не всегда нормальным. Суд медэкспертиза опровергает состояние аффекта и ненормальность подследственного, отметив откровенную симуляцию со стороны Мискарева. Из заключения эксперта. При посещении кабинета врача выражение лица Мискарева становится плаксивым. Он с опаской оглядывается вокруг. На просьбу объяснить свое состояние испытуемый говорит, что у него плохое предчувствие. Жалуется на заговор следствия с врачами. В наследствии он вел себя спокойно. Вину не отрицал. Однако его версия была в том, что все это произошло на почве личных неприязненных отношений. Я не такой закоренелый преступник. Убийство совершил в силу обстоятельств. Содеянно раскаиваюсь. В случае смягчения приговора обязуюсь вести образ жизни порядочного семенина и гражданина. В 89-м ленинградская милиция упустила последний шанс остановить поднимающий голову бандитизм. Ведь в битве при Девяткине участвовало большинство будущих лидеров организованной преступности. Но они остались безнаказанными. Следствие удовольствовалось признанием Мискарева. Судили не преступные группировки, а одного человека. за убийство он получил шесть лет, из которых отсидел четыре. Вина во всем не милиции. Милиция, как любая составляющая любого государства, не может жить сама по себе. Не может быть хорошей милиции, полиции или еще чего-то в плохом государстве. Охранять кого? Спекулянтов, будущих олигархов, комсомольских финансистов. Это довольно трудная моральная дилемма. Охранять или не охранять. Если охранять, то вопрос ну а где моя доля? Ты же ведь никому не скажешь, правда, что по-братски делишься рублем. Да мы не прем командовать парадом. Мы свое получим и пойдем. Оперативники никогда не здоровались за руку с фарсовщиком, но всегда протягивали ладонь спортсмену. Коммунистическая идеология 70 лет так или иначе ратовала за лозунг «Грабь награбленная». Поэтому спортсмен, отдавший свое здоровье во славу Советского Союза, милиционеру был социально ближе. Милиция, прокуратура, чекисты с молодых ногтей воспитывались на ненависти к частным собственникам. Предприниматель, спекулянт, преступники, люди второго сорта. Защищать их противно. Те же самые сотрудники КГБ и ФСБ, милиции, они начинают делать то же самое фактически. То же самое. То есть получать деньги за охрану бизнеса, за то, что они решают вопросы, за то, что они встречаются с ОПГ и их там вот сюда не лезьте или урегулируют вопросы долгов. Милиция стала брать гораздо больше денег, если в начале 2-3% силовиков брали деньги. Большим трудом можно было заставить некоторых взять деньги. Но как только он почувствовал вкус, то уже за уши есть. Участники разборки в Девяткине станут миллионерами, политиками, владельцами загородных дворцов и вилл в Испании. Но пример Девяткина в 90-е станет традицией. Братва начнет стрелять друг в друга. И почти все участники драки, приведшие к гибели Федора Гончаренко, будут убиты своими. Уже уже не за кожаную куртку, а за миллиардные денежные потоки. Если вначале до первого убийства Федя в 89-м году все конфликты решались довольно мирно, и все можно решить было словом, то потом пошли гораздо большие деньги. Бандиты сами стали превращаться в коммерсантов частично, и сейчас мы их называем авторитетные предприниматели. И поэтому вот эта кристальная частота комплекса воина-пацана, который чужд вообще коммерции, такой псевдорыцарский кодекс конца 20-го века, он, конечно, ушел. Деньги и власть, она проверяет людей. И это действительно так. Особенно в 90-е и 2000-е годы показали, когда брат предает брата, друг предает друга, особенно когда вы увидели, какие большие объемы денег пошли. Родные, родственники убивали своих же. Брошено семя, да, так сказать, оно начинает прорастать. И а почему именно тогда случилось, или почему именно эта куртка, знаете, ну это же все история сослагательного наклонения не знает, вот произошло так. Наверное, потому что все было готово уже к этому. за моей спиной знаменитая петербургская тюрьма, кресты, построенная в конце 19-го века. Когда-то революционеры романтики мечтали разрушить все тюрьмы, однако тюрьма до сих пор на месте. Никита Хрущев к 80-му году обещал показать по телевизору последнего преступника, но и при советской власти тюрьма не пустовала, а в 90-х она была переполнена. Когда советская власть кончилась, тайные страсти и болезни общества вырвались наружу. Великий эксперимент по созданию Homo Sovieticus окончательно провалился. Бандитский Петербург стал законным наследником социалистического Ленинграда. Ленинград он почти в Европе Ленинград он богат дворцами Ну какие повсюду топи Чуть оступишься и с концами Чуть оступишься и с концами Купа Ла Старпи по золоте Шпили ввысь устремились стройно Ленинград стоит на болоте А по ночам у нас неспокойно А по ночам у нас неспокойно На болоте не сыще жеброда А на болоте шумит осина А вот случайного пешехода засасала Опять трясина Эй